всем добрый добрый день сегодня 13 октября 2021 года и мы с нашими чухашечками передаем вам большой привет желаем вам хорошего настроения всего самого-самого наилучшего а мы с нашими собачками сидим в домиках почему потому что на улице идет проливной дождь вот такой синий дождик идет и мы все вместе сидим с нашими собачками даже рамона с нами здесь а рамона воспитывают мажор воспитывает малышей а я сейчас вам объясню мажор достаточно я вам сейчас объясню что он делает взрослые все прижались здесь очень тепленько хорошо ванесса там второй домик у нас открыт тоже я принесла игрушку он тигренка рамона ее заценила носит у нас игрушек-то много а это дай покажу у нас игрушка в принципе покупалась сто лет назад для бультерьера это такая да штука видите погрызанная то можно запихивать всякие вкусняшки вот я засунула туда корма и дала и в общем все заценили особенно мажорик ну тут уже повырушивали они мажор никого не подпускает к этой игрушки дети хотят но они тут уже повытрушивали она давно с самого утра сейчас уже мажор хватит если мажор сказал нет значит нет так а что мы тут закрыли закрыли так давай вот можно выходить давайте перегородочку можно выходить вот уютненько так в домике от того что на улице идет дождь мы можем спокойно находиться в тепле очень хорошо так сухо и уютно да артюша кстати очень любит это разбудное кресло она всегда здесь не сидит и она а ей еще нравится разгоняться и вот вот так вот вот так и сюда влетать в это кресло такие нравятся вот такая вот девчонка нравится артюшенька артюшечка солнышко мой передавай всем большой привет космос пришел поиграть пристает вот так вот такая вот игра космос и артюша а пожена сидит снизу и наблюдает что делают что делают они вот здесь хорошо видно видно видна разница в окрасах да и пришла лаванда поиграть с артюши мои девочки красавицы такая вот у них игра вот такие вот они собачки красивые мои дочечки с озвучкой с озвучкой лаванда у нас длинношерстная девочка через неделю буквально ей исполнится 10 месяцев то есть она уже естественно выросшая в размер давным-давно но вот она начинает одеваться у нее становится пушистый хвост штаны и жабо как у чихуашек вот учитывая что у лаванды и папа и мама короткошерстные видите у них поймете было из 63 длинношерстного такой не хвост красивый да красавица настоящая становится длинношерстные дольше оформляются украшаются чем короткошерстные конечно радуйся филечка пришел золотой мальчик рада не ругайся царица молодец так жорик занят малыши очень любят эту лежаночку ванесса пришла брютик лежит эссенька лежит мы потихонечку начинаем формировать чемоданчики потому что брютик и брютик эсса и эмин уезжают над нас очень скоро на следующей неделе уже ребята так что любуемся нашими детками снимаем их на память чтобы любоваться потом когда они переедут в новые дома какие они были маленькие какие не были сладенькие это можно проследить самого первого дня рождения как они рождались как они развивались и росли а потом мы конечно надеемся на связь с будущими владельцами которые будут нас хотя бы иногда радовать фото и видео приветиками которыми я буду однозначно делиться с вами и когда мне присылают видео я всегда выставляю в ютубе в инстаграмм контактах иногда выставляю но если фото приветик то конечно приходится только в инстаграме или контактах в ютубе не могу выставить так что будущие владельцы и нынешние владельцы радуйте нас не забывайте мне напоминать чтобы я вас добавляла специальную группу уже владельцы наших щенков которые которые уже приобрели у нас щенков может кого-то я пропустила напишите мне вас добавлю группе группа у нас в ватсапе есть вайбере но она больше ватсапе как бы активно в этой группе все непосредственно относящиеся к нашему питомнику люди нет посторонних вы можете общаться между собой не только лично со мной да это интересно можете делиться в этой группе фото видео что очень что очень-очень приветствуется хоть каждый день хоть сто раз в день присылайте радуйте нас своими красивыми собачками прикольными видео дрессируйте их снимайте все на видео одевать ой ну боже мой есть активные участники за что им большое спасибо есть конечно участники которые только наблюдают не стесняйтесь делитесь с нами мы будем будем только очень рады это очень интересно и а также конечно можете задавать друг другу вопросы непосредственно я могу общие какие-то ответы давать если есть но в принципе я всегда на связи и стараюсь отвечать на все наводящие вопросы даже рекомендую если у вас созрел какой-то вопрос не ищите ответ в интернете потому что извините хоть это и грубо но я скажу на заборе тоже написано в интернете настолько много всего настолько всего много написано что диву даешься как наверно на любую тему настолько много информации причем настолько глупой информации потом очень вредной информации в этом мажор и дочь вот казалось бы как девочка мальчик но допустим он не знает что он ее папа на его дочь но в конце концов они всегда выясняют отношения в чем мажор и и настолько воспитывает юля уже взрослая дама но получает от папы по полной программе вот поэтому я конечно еще раз повторюсь что только со своего опыта не то что я где-то прочитала только ими я понимаю что я имею право делиться своим опытом который я сама испробовала пережила только этим а не то что мне кто-то где-то сказал вот это только мое личное видение но конечно может не совпадать с чем-либо однозначно как бы сто процентов моих мои как бы мое мировоззрение не может совпадать со всеми кого-то я категорически не устраиваю со своим мировоззрением есть категорические да такие стороны за и против там мы много раз говорили там тоже кастрация стерилизация вязки разведения питание содержание у каждого свое виденье но на мой взгляд все имеют право на свою точку зрения но лично у себя не у меня на странице моих то есть грубые высказывания категорически пресекаются под любыми моими постами видео как бы это не звучало может кто-то скажет там чистить всех да чищу и не позволю чтобы писали гадости под моими собаками это мои собаки это моя любовь это мои мое увлечение это моя жизнь в конце концов и я своих собак люблю и обожаю бывает пишут что там разведенцы наживаются на собаках но я с такими больными людьми вообще в диалоги вступать не собираюсь их просто сразу блокирую ничего лазить по моим страницам и высматривать что-то и как-то придраться всегда можно найти к чему если захотеть мне такие негативные люди не нужны в моей жизни уж поверьте как-то пытаюсь стараюсь исключать себя от такого окружения мне достаточно приятно что мы большинство тем более вообще вот в последнее время большинство людей меня окружать и окружала в принципе а сейчас чем дальше тем больше только позитивных добрых дам давай глазик вытру вот и тот кто может быть меня не понимает тут что допустим не очень любит животных что как бы для меня является большой странностью я считаю что те люди которые бывают пишут я ненавижу эту породу собак ну там касаясь особенно бультерьера да и про чихуя пишут поверьте что там обзывательные всякие слова ну я считаю это вообще глупость и низость вообще я считаю тех людей лентяями которыми нечем заниматься описать только гадости под чужими фото и видео и ждевенцы скорее всего те которые нечем заняться сидят у кого-нибудь на шею но компьютер имеют видимо телефон имеют вряд ли они его заработали своим добром и своим своим каким-то хорошим делом ну или может только ради себя и живут а у нас есть ради кого жить и я получаю удовольствие от этого занятия не каждый смог бы прекрасно понимают трудно каждое свое увлечение кто-то любит что-то другое но не любить кого-то это мне кажется даже неприлично все в мире создано для того чтобы быть особенно доброе и прекрасное вот а мы еще раз передаем на этой нотке мы хотим все равно всем еще раз желать только всего доброго и самого светлого и радоваться тому что у нас есть вокруг и любоваться тем что у нас есть вокруг прекрасная осенью прекрасным дождиком желтеющими листиками кстати сегодня я обратила внимание как прямо на глазах все начало желтеть и и особенно вот у нас тут плохо видно вот там желтая березка за забором сабинка в будке все тут мокренько но и ничего вот так ну кстати очень тепло видимо нет ветра и поэтому очень тепло и и вот не пронизывающий холод вот космос передает всем привет вот такой красавчик вот так вот лапка я умею делать гладеный ты мои прозрачный жасмин жасминка папа и мама деток вот этих наших четверых вот еще раз большой привет как сладенько многие просят показать как собаки спят ну смотрите давайте вот создая их забираю к себе мы ложимся и они вокруг меня засыпают я их снимаю если они здесь я смотрю на них на видеокамеру да и так рамона я этого сыгра такая с боженой рамона будешь выйти и моя девочка выходила дырочка я вижу как они спят ну я вот как-то ничего не знаю надо спросить у сына как можно записать может быть видео с видеокамеры вот с этой вот но я пока этим не пользуюсь фото могу сделать а вот если я приду снимать как они спят уж поверьте они спать не будут они же видят что я пришла они сразу все просыпаются прыгают радуются гавкают и просятся выйти сразу на улицу это они очень любят гулять вот так что мы здесь живем давай сюда на лоб накапал дождик вот такая вот милота юля занимается игрушкой этой с а так сладенько спит вот смотрите как спит с провалилась пушку пушочки брютик на брюк мокрый лоб у именно где моя божена кока и ничко так а вон они где вон они куда пошли я перестелила одеяло и о солнце начинает выходить ну что ж так интересно вот так вот такая вот нас погода все доедают овощи утренние до рамона тебе тут интересно скажи мне интересно со всеми тут чухлажками рамонов а также у нас поисках самых лучших папочек и мамочек доставка возможно по россии ну хотя бы в районе москва питер екатеринбург это уже три дня ну как-то сложно мне кажется будет собаки такой ехать в пути маленькой все-таки полегче вот поэтому это тоже учитывайте а я буду прощаться с вами до новых видео до новых встреч с уважением из домашнего питомника кастропула из города симферополя такая вот у нас кукла растет всем пока я с уважением екатерина люблю вас оставайтесь с нами если вам интересно пока пока